На предыдущем занятии мы сказали, что Ниеме, он посмотрел своими глазами и увидел то, что было в естественном физическом мире. А теперь мы рассмотрим сверхъестественное. Мы прочитаем несколько стихов, начиная с Галатом 1, 12. Я буду называть стихи, и я хочу, чтобы вы участвовали, находили эти стихи и читали их. Я хочу, чтобы вы все по очереди читали эти стихи. Галатом 1, 12. Галатом 1, 12. Да, читайте. Кто нашел, читайте вслух. Апостол Павел говорит, что он был научен не людьми, но это было откровение от Иисуса Христа. Откровение — это то, что Бог нам открывает. И оно может принять много разных форм. Вы можете читать Библию. И, возможно, вы уже десять раз этот отрывок читали раньше. Но вдруг эти слова просто выпрыгивают из книги, и вы видите что-то новое, то, чего раньше никогда не замечали. И это откровение. Дух Святой помогает вам понять этот стих. Откровение может быть тесно связано со словом знания. Возможно, вы за кого-то молитесь. И вы получаете слово знания об этом человеке. И вы получили это не от своей мудрости, но Бог дал вам это как откровение. А теперь Галатам 2.2. Павел здесь говорит об откровении, которое он получил проповедовать Евангелие язычникам. Это было откровение. До этого только дети Израиля могли слышать о Боге. И для них это был шок и удивление, когда язычники приняли Дух Святой. И не только это, но Павел был сказан тем, что он должен идти в Иерусалим и рассказать другим апостолам. И не только это. Через откровение Господь сказал Павлу идти в Иерусалим и рассказать об этом другим апостолам. Бог сказал Павлу, чтобы он говорил об этом новом откровении. И некоторым апостолам было сложно это принять, но в конце концов они это приняли и поняли. И некоторые из них потом шли только к язычникам, в то время как другие апостолы шли только к евреям. И конкретно на тот период времени, на тот период истории это работало хорошо. А теперь в Иерусалим 1.17. Апостол Павел здесь молится за Ефесян, чтобы они получили откровение о Боге. Поэтому возможно молиться и получать откровение. Также другие люди могут молиться за вас, чтобы вы получили откровение. И заметьте, здесь вновь таки сказано, чтобы Отец Славы дал вам Духа Премудрости. То есть это функция Духа Святого, давать нам мудрость. И также это функция Духа Святого, давать нам откровение в познании Бога. Сейчас я хочу дать вам практические пункты, как вы можете получать откровение. И вы можете других людей учить, как это делать. Первое. Станьте похожими на ребенка. Отбросьте все то, к чему вы привыкли. Как ведет себя ребенок? Как думает ребенок? Очень просто. Для ребенка все просто, для ребенка нет ничего сложного. И мы не должны делать откровение чем-то сложным. А теперь Матвея 11.25. Пусть прочитает кто-то другой, не Дима. Я хочу, чтобы все участвовали. Матвея 11.25. Спасибо. So Yeshua said to the Father, I thank you, Father, that you didn't reveal this to those who think themselves wise, but that you reveal them unto babes, the simple people. And so, just open yourself up like a child and say, Lord, here I am, I'm ready to receive whatever you have to say to me. Now, as human beings, we are logical and rational, we like to think things through. And we come to a point in time, where we say, you know, I need to have a revelation from God. So I'm going to pray that I'll receive a revelation. And on Wednesday, God will give me a revelation. Because I'm going to pray and pray all day Tuesday. It won't happen that way. God chooses the moment to reveal things to us. And, you know, sometimes He takes you totally by surprise. You know, when you think you're really needing something and you're asking the Lord for it, nothing seems to happen. And then, when you're relaxed and you're not even thinking about it, suddenly, there's a revelation. And on the Sunday, just before we started this trip to Ukraine. And on the Sunday, just before we started this trip to Ukraine, I arrived on October the 12th. I think that was October the 9th. On a Sunday morning in our church. And the pastor had just gotten up into the pulpit and was starting his message. And I could feel the annoying thing of the Holy Spirit come upon me. And when that happens to me, I know that the Lord wants to talk to me. And so I'm really in a struggle here. Should I listen to the pastor and be polite? Or should I listen to the Lord? And I said, well, you know, the pastor won't know, I'm not listening. And I said, well, you know, the pastor won't know, I'm not listening. I'll keep my eyes open and he'll think I'm listening. And so I said, okay, Lord, what? Now he spoke to me in Russian. And my vocabulary in Russian is very limited. And what he told me was, in three words, he gave me an outline for a message to deliver here in Ukraine. And this is another characteristic of a revelation. When the power of the Holy Spirit comes upon you, he doesn't have to say much. When the power of the Holy Spirit comes upon you, he doesn't have to say much. Somehow, just a few words will give you this great big concept. То есть даже несколько слов дают вам очень обширное понимание. Хотите услышать, что он мне сказал? Now you're curious, right? Теперь вам уже интересно. Okay, this is what he said. Вот что он сказал. He said, by the way, I'm a believer. Он сказал, между прочим, я верующий. And so I thought, what does that mean? И я подумал, что это значит? And as I thought of it, I realized that what the Lord was telling me was to give a message on deeper commitment to the Lord. И я понял, что Господь хочет, чтобы я проповедовал о более глубоком посвящении Господу. Люди спрашивают у вас, ты кто? Люди спрашивают у вас, ты кто? И вы говорите им свое имя, в каком городе вы родились. Какая ваша работа, кто были ваши родители, и так далее. И потом в конце вы добавляете, о, кстати, я верующий. Но должно быть наоборот. Если мы действительно посвящены Господу, то это первое слово, которое мы скажем. Мы скажем, первое, что я хочу тебе сказать, прежде чем я расскажу тебе о себе, это то, что я верующий в Яшуа. То есть, Яшуа должен быть центром в вашей жизни. Со мной такое происходит время от времени, поэтому не тревожьтесь, это Дух Святой. Когда я был баптистом, со мной такого никогда не было. Вот чему подобное откровение. Однажды я был на другом собрании. Пастырь проповедовал, и у меня было такое чувство, что звукооператор снизил громкость. То есть, пастырь говорил, я видел, что его губы движутся. Но я не слышал звука, потому что я слышал Господа. И это сверхъестественно. Когда я был баптистом, со мной такого никогда не было. И в тот день Господь сказал мне замечательные вещи. Вот чему подобно получать откровение. Вот, скажем, вы лидер в общине. И вам нужно получить свежие знания, свежие откровения. Что вам нужно делать, чтобы получить? Ну, во-первых, вы должны близко ходить с Господом. И если Бог чувствует, что вам нужна новая информация, то Он вам ее даст. И похоже, что есть некоторые люди, которые к этому открыты больше, чем другие. Моя жена очень одарена в этой области. Она получает целые абзацы. Знаете, получает большое количество информации. А я обычно получаю что-то очень короткое. Два, три, четыре слова. И, может быть, позже я расскажу об этом подробнее. Но это второй пункт. Будьте послушны тому, что вы знаете. Бог вам уже что-то открыл. И Он смотрит, послушны ли вы тому, что Он вам уже открыл. Прежде чем Он откроет вам что-то новое. Если вы не послушны тому, что Он говорит, то тогда вы отрезаете себя от будущих откровений. Господь хочет, чтобы вы были послушны тому, что Он вам уже сказал. Третье. То есть, это говорить даже не нужно. Это очевидно. Научитесь размышлять о Слове Божьем. Читайте его. Изучайте его. Переваривайте его. Думайте о том, что там сказано. Если у вас есть Слово Божье внутри вас, то Дух Святой может его использовать для того, чтобы наставлять и инструктировать вас. Если Слово Божье внутри вас нет, то Дух Святой может его использовать. Святому, нечего использовать. Да, даже тогда Он сможет вам что-то открывать. Но Он сможет открыть вам больше, если вы наполнены Словом Божьим. Я призываю вас наизусть учить стихи из Писания. Когда я только уверовал, я выучил наизусть 100 стихов из Библии. И эти стихи были тщательно отобраны. В некоторых из них говорилось о молитве. В некоторых говорилось о евангелизации. В других говорилось о том, как иметь победу в жизни христианина. И другие вещи. Я призываю вас прочитать Новый Завет и отобрать те места Писания, те стихи, которые вы выучите наизусть. Учите их один за другим. Чтобы вы знали их очень хорошо, чтобы вы могли процитировать их в любое время. Скажем, вы едете на автобусе или идете по улице. И в этот момент Дух Святой хочет проговорить к вам. Он возьмет один из этих стихов, которые вы выучили наизусть, и проговорит к вам через этот стих. Это происходит часто. То есть, это дает ему материал, с которым он может работать. И Библия, Слово Божие, это откровение от Бога. В Библии Бог уже многое открыл вам. Однажды мы с женой были на библейской конференции в Америке. Конференция длилась весь день, с утра до вечера. И там у нас был обед. И мы вышли из зала, и там были накрыты столы, и люди сидели за столами и обедали. И моя жена заговорила с женщиной, которая сидела рядом с ней, и я тоже заговорила с одной женщиной, которая сидела рядом со мной. И пастор перед обедом проповедовал о посте. Ну, то есть, это и была тема нашего разговора. Мы говорили о посте. И эта женщина сказала мне, Бог никогда не открывал мне, что я должна поститься. И если Бог скажет мне, что я должна поститься, то я буду поститься. И я сказал ей, сестра, Господь это уже открыл. В Матфея Ешуа сказал, когда постишься. Он не сказал, если. Если постишься. Он сказал, когда. Что же это значит? Что же это значит? Ешуа ожидает, что мы будем поститься. Он не говорит нам конкретно, когда, в какое время поститься, но он ожидает, что время от времени мы будем поститься. И эта женщина так посмотрела на меня и сказала, здесь столько людей на этой конференции, и угораздило же меня сесть рядом с вами. И вы видите, там революция была в Господе для нее. То есть, это откровение было для нее в Слове Божьем, но она не смогла его там увидеть. Бог многое открывает нам в Слове Своем. Я хочу дать вам пример, один из примеров, как можно размышлять над Словом Божьим. Иоанна 3,16. Мы уже знаем этот стих. Прочитайте этот стих и обратите внимание только на глаголы. Бог так возлюбил. То есть, здесь слово глагол «возлюбил». Что Он дал Своего Единородного Сына. Чтобы всякий верующий в Него. То есть, три глагола. В английском «верующий» там тоже глагол используется. Любовь возлюбил, дал и верить. Четвертый, чтобы не умер. Пятый, но имел жизнь вечную. Иногда вы можете читать стих и обращать внимание только на существительные. Или только на прилагательные. И Бог может говорить к вам через все эти вещи. Четвертый из нашего списка. Живите верою, а не видением. Второе Коринфянам 5,7. Кто-нибудь найдите и прочитайте. Очень простой стих, не так ли? Но в нем заложена великая истина. Мы ходим верою, а не видением. Мы живем в физическом мире. И живя в этом мире, мы можем протянуть руку и много чего потрогать. Если мы жаждем, мы протягиваем руку, берем воду и пьем ее. Но чтобы протянуть руку и взять Божью воду жизни, это происходит по вере. Когда Ешуа разговаривал с самарянкой, он сказал ей, если бы ты знала, кто говорит с тобою, то ты бы просила воду живую. Это невидимое. Вот сейчас живая вода вытекает из меня. Сейчас живая вода вытекает из вас. Правило? Она есть. Пусть течет. Давайте не будем сосредотачивать свое внимание только на естественном и физическом. Давайте сосредотачивать внимание и на сверхъестественном. Вот только что я сел на этот стул и я применил принцип веры. То есть я верю, что инженер, который спроектировал этот стул, он был достаточно умный, чтобы рассчитать его на мой вес. И так же я верю тому человеку, который собрал этот стул, я верю, что он все сделал правильно. И по вере я сел на него. И моя вера была вознаграждена. Я не упал на пол. То есть ежедневно мы делаем по вере много чего, и мы даже не думаем об этом. Вы садитесь в автобус. Ехать на работу или сюда в школу. И у вас есть вера, то есть вы верите, что автобус поедет. Вы верите, что водитель никуда не врежется. Ну, это такие простые моменты жизни. Но потом мы переходим к большим аспектам веры. И на этой неделе мы будем говорить о том, как развивать веру в своей жизни. как верить Богу в невозможное. Потому что с Богом нет ничего невозможного. И мы видели, как Господь творил замечательные дела. И когда вы видите, что Бог делает замечательные вещи, вы начинаете верить, что Он может сделать даже больше, чем вы уже видели. И когда вы видите, когда Господь делает что-то замечательное, то ваша вера растет, и вы верите, что Бог может сделать даже что-то большее. Пятое в списке. Понимающее сердце, или разумеющее сердце. Откройте свое сердце к тому, чему Бог хочет вас научить. Если вы будете читать Ветхий Завет, то вы найдете там некоторые очень странные вещи. Был пророк Божий, которому было сказано взять свое нижнее белье и закопать его на берегу реки. Необычно весьма, да? То есть возьми свое нижнее белье и закопай его в песке на берегу реки. И этим Бог хотел преподать Еремии урок. И мы должны быть готовы получить и принять все, что Бог не скажет нам. Даже если это покажется нам немножко странным. Ну, знаете, если посмотреть и в Ветхом Завете, и в Новом Завете, есть некоторые вещи, которые выглядят весьма странно. Апостол Петр был на крыше, где он поклонялся Богу. И он увидел видение. С неба к нему спускалось полотно, в котором были разные нечистые животные. Это было видение. И его это озадачило. И Господь сказал ему, заколи и ешь. И Петр сказал, да нет, я никогда не ел нечистых животных. И этим видением Бог пытался научить Петра о том, что произойдет изменение, что если раньше Евангелие было только для евреев, то теперь оно будет и для евреев, и для язычников. Подумайте об этом. Бог мог бы просто послать Петру ангела. И ангел встретился бы с Петром. И сказал бы Петру, слушай, Петр, ты должен это понять. Бог меняет свой план. Он мог бы так сделать, но не сделал. Он сделал все по-другому. Now, Cornelius, where Peter went to preach the gospel, he did see an angel. And the angel told him, send your men to Joppa, because there's someone that needs to talk to you. My point is, don't be surprised that that things seem a little strange to you. То есть, что я хочу вам сказать? Не удивляйтесь, если что-то кажется вам немного странным. Иногда Бог делает что-то весьма необычно. Шестое. И это будет вам чего-то стоить. Это будет стоить не денег. Это будет стоить вам сна. Посвящайте Богу ваши ночи. И вы говорите Господу в молитве. Господь, я даю тебе разрешение будить меня в любое время. Это опасная молитва. Я сказал это пастору и его жене. И они сказали, мы не можем спать всю ночь. Я сказал это одному пастору и его жене, и они потом сказали мне, мы не спали всю ночь. Но потом, в следующую ночь они все-таки спали. но мы слуги Бога Всевышнего. Мы необычные люди. И мы были призваны делать необычные дела. И мы больше не принадлежим себе. Мы принадлежим Богу. мы просто должны все отдать Ему. Я сравню это с деньгами в кошельке. Здесь у нас деньги, да? Ну, это все, что у нас есть. Ну, у женщин деньги в сумочке, а у мужчин вот так вот. Ну, и давайте символически скажем, что это ваша жизнь. И вы говорите, Господь, она Твоя. Возьми все, что ты хочешь. Он говорит, большое спасибо, и забирает все. И после того, он забирает все, он обратит больше, чем он забрал. И после того, как он все у вас забрал, он потом дает вам больше, чем он забрал. Возможно, не деньгами, но благословениями. Поэтому посвящайте Богу свои ночи. скажите, Господь, я даю тебе разрешение будить меня в любое время. Если ты хочешь, чтобы я за кого-то или за что-то молился, я это сделаю. Я приведу вам несколько примеров. был один пастор из Америки, которого пригласили проповедовать на конференции в Европе. И он что-то не то съел. И у него сильно болел живот. После собрания он вернулся в гостиницу, лег в кровать и он испытывал сильную боль. таблетки не помогали, он молился, но проблема не уходила. И он сказал, Господь, если к утру эта боль не пройдет, то я возвращаюсь в Америку. И наконец он заснул. потом проснулся. И в его комнате стоял человек. Хотя когда он ложился спать, дверь была закрыта на замок. И это был маленький человек. Он был похож на мексиканца или латиноамериканца. в темноте он не мог его хорошо разглядеть, но все-таки что-то он увидел. И вот пастор лежит здесь в кровати. И этот человек он подходит к пастору и вот так руками делает. И ничего не говорит. пастор не слышит никаких звуков от этого человека. И пастор сказал, что в тот момент он почувствовал, как от макушки головы до самых ног прокатилась волна тепла. И потом эта волна, это тепло прокатилась снизу вверх. и боль прошла. И этот человек исчез. Что произошло? На следующее утро пастор проснулся и сказал, Господи, а что это было ночью? И Господь сказал пастору, это был один из моих слух. этот человек молился о том, чтобы иметь важное служение. И я дал ему это служение. Он молился за твое исцеление, и ты исцелился. Молитва очень важна. Бог может сделать все, что угодно, да? С Богом нет ничего невозможного. Он имеет всю силу во вселенной. Но Он ограничил себя молитвами своего народа. И 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 Мейте, потому что не просите. Поэтому молитесь и получите. И этот человек молился о том, чтобы иметь служение, и он получил это служение. Итак, седьмой пункт. Отдавайте то, что вы получили. как только вы что-то получили, сразу отдавайте это. Вы получили откровение от Бога, отдавайте его. Но будьте осторожны в том, кому вы это даете. То есть не нужно говорить или давать это незрелому христианину, который все равно не сможет справиться с этим откровением. На следующем занятии я хочу поделиться с вами тем откровением, которое дал мне Бог. Потому что я хочу дать вам его. Я думаю, мое время истекло, да? Субтитры